Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Даналя, и сегодня у нас очередное видео по обновлению в Star Stable Online. Посмотрим, какое продолжение рыцарского турнира к нам приехал на Юрвик, каких мастей и лошадей завезли также на средневековую ярмарку. Посмотрим, в чем же заключается посвящение в рыцаре, и поговорим о том, что ждет вас на следующей неделе. Так что устраивайтесь поудобнее или же седлайте своих коней и... поехали! Хочется купить лошадок, а в кармашке не гроша? Сообщество Royal Bullets Star Stable Company предлагает тебе свою помощь. Здесь можно пополнить абсолютно любой аккаунт Star Stable Online, в том числе и РУС-аккаунты, да еще и по самым вкусным ценам. Спеши закупиться старкоинцами и купить себе много лошадок по ссылке в описании. Сегодня приехало продолжение ярмарки Средневековья и, в принципе, само Средневековье. Нам добавили еще две масти уже существующих на Юрвике лошадок. Первая это у нас Готландский пони. Вот такой вот красавчик, очень симпатичный, с розовеньким носиком и в яблоках, да еще и с градиентом на хвостике. Очень необычная масть, симпатичная, стоит столько же, сколько обычный Готланд, 750 старкоинцев. Ну а вторая лошадь, это просто любовь моих мечтаний и грез, на которые у меня пока что нет денег. Это спортивная, спортивная фриская лошадь. Ребята, это первая лошадь данной породы под, скажем так, под породой фриской лошади, спортивная фриская лошадь. Я надеюсь, что это не последний представитель данной породы. Мне безумно нравится эта светло-серая лошадка. Я уже знаю, на какие аккаунты ее куплю, как только накоплю старкоинцы. И у меня мечта возродить это воспоминание, когда я в былые годы купила себе светло-серого фриза второго поколения. И я очень сильно тоже хочу вот эту вот лошадочку. Стоит 960, так, стоп, 950, 950 старкоинцев без изменения стрыжки. Но продолжаем. Что необычного и супер-классного появилось у нас здесь на ярмарке? Вы можете увидеть, что теперь у нас есть копья и щиты. Но не удивляйтесь, если они у вас не отображаются. Вы можете стать настоящим рыцарем после того, как вас посвятят в один из четырех орденов. Я честно в течение всей недели каждый день ходила и выполняла гонки и получила все-таки посвящение. Меня посвятили в рыцаре в орден Вишневого Единорога. И после этого здесь появилась кнопочка «Получить копье ордена Вишневого Единорога». И у меня появилась вот эта стоечка, которая позволяет мне брать копье и щит в абсолютно любое время. В абсолютно любое. То есть мне не нужно делать баг. И это прекрасно. Все-таки разработчики нас не киданули. Это прям большущее счастье. У меня сейчас просто улыбка до ушей. Мне нужно будет срочно качать репутацию на своих доп-аках, потому что и на них тоже хочется красоваться. Потому что в течение всей этой недели... Ну, ребят, честно, я устала делать этот баг. Но у меня другой вопрос. В случае, если мы имеем максимально прокачанную репутацию у одного из орденов, что будет, если мы, допустим, ее сбросим и выберем другой орден? Сбросится ли у нас эти копья? Или нам придется с нуля качать репутацию другого ордена? Или будут появляться несколько стоек? И таким образом мы сможем выбирать между разными дизайнами этих копий и щитов. Я лично очень сильно это хочу проверить. Но я не знаю, стоит ли это делать на этом аккаунте. Ну, что не сделаешь, друзья, ради вас. Пожалуй, да. Я сейчас это и проверю. Значит, вишневый единорог, я к тебе, если что, еще вернусь. Мы делаем сброс. Да. И, допустим, мы выбираем орден... Да, давайте вот обычное копье. Странствующий рыцарь. Да, я хочу стать странствующим рыцарем. И у меня как бы обновляется. Все, у меня прокачка репутации. И, о, нет, у меня пропала. Пропала вот эта вот стойка. Но она как бы есть. То есть вот у меня ручка появляется. Но она никак со мной более не реагирует. Теперь другой интересный момент. Так, ну а если все-таки я одумалась и решила избрать вновь... А, вот, смотрите, да, у меня сохранилось звание рыцаря у этой репутации. То есть по факту, да, как писали разработчики ранее, мы можем прокачать все вот эти вот 4 фракции. И у каждой у нас будет появляться возможность брать вот эти вот копья со счетами. Так, я опять стала вишневым единорожком. И у меня вновь появилась стойка. То есть, видимо, по факту, когда мы прокачаем все репутации подряд, стойка будет появляться в одном и том же месте, просто в разных дизайнах. Я так думаю. Так, ну что же нам еще добавили на этой неделе очень интересного? Нам завезли одежды целых. Еще два очень классных средневековых сета. Я, правда, сейчас не могу их на себе посмотреть. Это моя ошибка. Так сильно я хотела снять вам это обновление. Первый сет называется Трубадур. Сет Трубадура. И сет Прекрасной Девы. Но сет Прекрасной Девы прекрасен тем, что нам завезли еще и первую в жизни, первую за всю СССную историю корону. И вообще это просто не может не радовать. Сет выглядит на персонажа вот так вот. Какая же классная кофта. Даже если б со штанами, это даже выглядит еще круче. И вот так вот выглядит, значит, сет Трубадура. С которым как раз таки, я так думаю, сбежала Принцесса. И он мне тоже очень сильно нравится. Прям, наверное, в будущем скуплю. Мне нравится оттенок зеленого, коричневой текстуры. И вообще прям у меня сейчас вот после того, как я узнала, что мы все-таки получаем халявное копье и халявное, ну, как бы вообще просто безбогованное какое-то копье со щитом. Мне настроение просто сиять и порхать, как бабочка. Так, сеты на лошадке. Амуниция, конечно, тоже очень классная. Жалко, я лошадь-то не поменял. Так, но это не все. Это не последнее, на чем заканчивается обновление. По идее, да, я вижу сияние, сияние в парикмахерской. Нам должны были открыть прически, но нет. Но да, да, ребята, вот они. Эльфийские локоны, как я их называю. И ожидание реальности. Мне не нравится, мне не нравится, как это выглядит спереди. Почему это так приплюсно-то? Мне казалось, что вживую это должно было выглядеть как-то пообъемнее, что ли. Но при этом сбоку, да и вообще со всех сторон, это выглядит очень даже. Ну, я думаю, прическа вообще как-то спроектирована, назовем это так, под шлем. Ну, не знаю. Купить, не купить, купить, не купить, не купить. Что-то как-то расстроилось. Я думала, она попышнее будет вот именно вот в этой зоне. Ну, давайте вот одну куплю надеть сейчас. Как-то зализано-прилизано смотрится. Так, стоп. И все, здесь нету никаких макияжей, только вот эти прически. И она очень круто смотрится под шлемом. Ладно, 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 это очень классно. А без шлема... Знаете, есть такая теория, что зеркало и парикмахерская кривит. Как зеркало в любом магазине. Нет, вживую это выглядит намного лучше, чем я думала. Мне нравится. Правда, смущает вот этот горб. У нас теперь есть очередная прическа с горбиком. Кто помнит, тот помнит. Кто знает, тот понял. Вот. Но со шлемом. Это прям вах, как красиво. Мне очень нравится. Кажется, прям все. Одна из моих самых любимых причесок. Так, одежду посмотрели. Здесь все посмотрели, пощупали. К сожалению, дракошиков нам пока что не завезли, насколько я поняла. Да, они пока что сидят здесь в палаточке, дразнят нас своим видом, своим чириканьем. И мы не можем их поехать и купить. Но мы отправляемся на плац конюшни Юрвика. Потому что там нас ожидает продолжение сегодняшнего обновления. Хочу сказать, что вот эта доска, которую нам добавили, с средневековыми турнирными площадками, а также боевым полем, оно здесь должно остаться навсегда. Почему? Сегодня утром до этого обновления я как раз и была посвящена в Рыцаре. И Большая Бонни до выхода обновления сказала о том, что я могу поехать на плац конюшни Юрвика и попробовать разные за вот эти вот маршрутики, препятствия, которые она мне подготовила до выхода обновления. То есть, по идее, нам разработчики сообщили, что ярмарка средневековая постоянная, они ее не убирают. И если Большая Бонни в задании говорит, что после посвящения езжай попробуй, это значит, что эта доска должна, обязана здесь уже остаться навсегда. И это круто. Это очень круто. Разработчики, спасибо вам большое. Здесь, правда, есть тоже один интересный момент. Я не знаю точно. Он действует так же. А нет, 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 нет. Смотрите, здесь тоже стоит вот такая подставка для копий. Но они здесь все многоцветные. Это значит, что для них не нужно качать посвящение в рыцаре. То есть, достаточно просто приехать. И оно, по идее, должно быть доступно абсолютно всем. И это очень-очень круто. Очень-очень классно. Конечно, да, мне до сих пор раздражает вот этот вот, как все ее называли когда-то, кишка фиолетового цвета на фоне. Особенно во времена Конового фестиваля. Но это круто. Это очень прекрасно. Первая схема на доске, это, конечно же, турнирные два турнирных, кстати, поля. Не знаю, почему два. Мне кажется, в принципе, одно хватает. Но зато, зато это дает возможность проводить мероприятия, допустим, двум организациям, раздельно друг от друга, двум клубам. То есть, не мешая друг другу. Вот это очень полезно, я считаю. Там уже человек на фрезике беленьком скачет. Так. Вторая схема. Это у нас, по идее, боевое поле. И, господи, как что-то все красиво. Щиты, господи, копья. Мое сердечко елкает от счастья. Но я на днях все-таки пересмотрела историю рыцаря. Поэтому у меня еще больше прилив вдохновения всего. И давайте вообще посмотрим, что тут есть. Какой-то функционал в этом шатре. Нет функционала, никакого нет. Камеры здесь, видимо, нигде не будет. Но я не сдамся. Мне нужно все посмотреть и все пощупать. У нас есть такие боковые трибуны. На них, значит, у нас, как бы, спасибо, глазик есть. То есть, мы можем отключить всех в виде тока. Соклубников или одногруппников. Чтобы никто нам не мешал. Но я хочу видеть сейчас всех и вся. Камеры нету. И я так понимаю, что и не будет. Хотя это очень странно. Тут есть будка под это дело. У меня такое чувство. Я это уже говорила, что ждем следующий праздник. Конный фестиваль. Фестиваль конного спорта. И у нас здесь должна быть камера. Прямо, ну, все под это дело сделано. Даже будочка. Но, к сожалению, пока что нету. И поэтому проблематично будет оценивать езду на вот этом боевом поле. Так. Ну, мне все очень нравится. Прямо очень-очень-очень круто. Мне еще нравилось, еще до того, как вышло это обновление, с помощью бага, что когда мы слезаем с лошади, копье с щитом пропадает. Когда садимся обратно, оно появляется. И схема С на этой доске. Это шикарный средневековый высоченный конкурс. Боже, какие классные препятствия. Прямо мои копья. Очень классно. Мне все... Боже мой, как это все красиво. Мне прям очень нравится. Еще вот этот дракошек, который там сидит. Каркает, крычит, крыхтит, чрикает на нас, на всех с вами. Очень классно. А это что такое? Зачем ты тут в углу так стоишь? Какая-то строчка. Очень классная стилистика, оформление, прям дизайны. И посмотрите, какой классный. Тут еще токен плюшевый сидит. И замок Серебряной Поляны. Еще так средневековая стойка а-ля ларек с овощами. И фруктами. И вот эти лепицааны каменные. Я прям просто в восторге. Забой железный еще. В общем, эмоций, ребята, очень много. Тут еще мост, смотрите. Мост из осени в миниатюре. Это очень классно. Это очень, очень и очень классно. Это обновление безумно меня порадовало. Целым пунктиком большим. Тем, что все-таки нам доступны копья. И щиты тем, что добавили схемы, лошадей, одежду. Вот, ну, жду только дракончиков. Потому что все будут с ними бегать. Очень рада. Прям очень. Буду качать репутацию у всех остальных орденов. Мне это нужно. Мало ли, для фотографии мне понадобится белое обычное копье, желтое, синее. В общем, качать придется всех и вся. Это должно занять примерно еще три недели. Ну, считайте, где-то до конца месяца может быть. Так, ну, прежде чем мы закончим это видео и поговорим о том, что ждет нас в следующем, нужно обязательно проверить одну интересную вещь. Так, мы отъехали. У нас сбросились постройки с загоня. Но, как работает сейчас вот это копье? Оно пропадет, если мы отъедем? Или мы теперь можем носиться по всему Юрвику с этим копьем? И я молю надежды на то, что теперь здесь, вот здесь, вне гонки, это безгранично. Так, у нас пока что сброса нет. А что если мы телепортимся домой на конюшню? Мне прям просто очень это интересно. Я думаю, как и многим, особенно тем, кто еще не заходил в игру. И, господи, да. Так, ну я не сдаюсь. Я так просто не сдаюсь. Мне нужно прощупать и проверить вообще все. Я отправляюсь в даже... Сейчас так, пожалуйста. Я на эмоциях прям... Не могу, не могу, не могу. Я отправляюсь в зиму. Вот вообще. В садниковый рыцарь. Едящий. Медленным шагом на орденце. Со своим копьем, щитом. Вот остался только меч, кстати. Меч в ножнах на пояс. Дайте вот это вот это. Добавьте новые аксессуары. Ребята, все. Размахнись. Развернись плечо. Размахнись рука. Вы можете теперь делать контент на средневековую тематику по абсолютно всей карте. Абсолютно везде. И знаете, мне даже теперь интересно. А вот здесь вот будет... У нас есть один замок вот в осени. Может быть здесь тоже будет какой-то там, ну какой-то замок с родневековой тематикой. Я бы сейчас просто бы упала бы со ствола, если нас в будущем действительно там ждет что-то такое. Но ладно, пока что будем спокойными, культурными и радуемся тому, что нам добавили сейчас. Что же нас ждет на следующей неделе? На следующей неделе нас ждет очень-очень интересное обновление. Нам добавят новые вариации изменения дизайна нашей конюшни. Да, нам ее уже обновили внутренне. Она была очень темненькая, ее сделали светлее. Люди разделились напополам. 50 на 50. Кому-то нравилось, что она стала светлее после затемнения, кому-то нет. Меня лично смущает вот это вот ощущение решейда. Ну а на следующей неделе добавят либо одну, либо несколько новых вариаций конюшни. Ну и конечно же возможность купить средневековых классных дракончиков. Ну а на этом все, видео подошло к концу и я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам. Ну и до встречи в следующем видео. Господи, как я рада, как я рада, что все-таки нам доступны копья. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова